Здравствуйте! В эфире главный диалог в студии Артём Тарасов. Напоминаю, наша съёмочная группа находится на 13-м международном форуме «Бизнес Дона» и несколько минут назад завершилось расширенное заседание Комитета Торгово-Промышленной Палаты России по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ на тему состояния и перспективы межрегионального сотрудничества России и Украины. И у нас есть уникальная возможность пообщаться с президентом Торгово-Промышленной Палаты России Сергеем Катыриным. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Абсолютно уникально для Донского региона. Это впервые здесь, на Донской земле, проходит это заседание. Мы вас очень рады видеть. И вначале я хотел бы задать вам следующий вопрос. Вы были участником этого заседания с российской стороны. О чём смогли договориться с украинскими коллегами и довольны ли вы результатами переговоров? Ну, начну тогда с последнего. Я вообще доволен разговором, который здесь состоялся. Мы не ставили целью достигнуть какого-то там соглашения. Мы ставили целью провести дискуссию вокруг проблем, которые сегодня есть. Это предстоящее подписание, вероятное, наиболее вероятное, да, подписание соглашения об ассоциированном членстве Украины в ЕС, которое предстоит, так сказать, в ноябре месяце. И о последствиях, которые будут, ну, как раз в ракурсе межрегионального сотрудничества. Я должен сказать, что у нас с украинской стороной именно межрегиональное сотрудничество развито весьма и весьма неплохо. У нас каждый год сотни, я думаю, что да, можно говорить о сотнях миссий, деловых миссий, которые взаимно осуществляются с украинской стороны, с украинских регионов в российские регионы, и наоборот, из российских регионов на Украину в Украину, в различные регионы Украины. У нас очень неплохая контактная база на уровне предприятий, благодаря тому, что есть межрегиональное сотрудничество и федеральная палата, я имею в виду российская палата, украинская палата. Мы стараемся только способствовать, содействовать такому развитию, потому что это самое главное – контакты между бизнесом. С точки зрения перспектив, конечно, нам представляется, что сложности неизбежно возникнут, и сложности могут быть весьма и весьма существенными. И я думаю, что это и та другая сторона понимает прекрасно. Причем сложности возникнут не только для украинской стороны, но они возникнут и для российской стороны, и не только с точки зрения угроз того, что начнется реэкспорт товаров Европейского Союза на территорию Российской Федерации, но и с точки зрения того, что если Украина переходит на работу по европейским стандартам, я думаю, что многие кооперационные связи должны будут, будут вынуждены просто прерваться. Кооперационные связи между предприятиями. У нас некоторые предприятия могут остановиться, и украинские, и российские, потому что есть неразрывные связки, неразрывные технологически связанные предприятия, которые друг без друга существовать не могут. Но вот мы, находясь в Ростове, здесь вертолетное производство, все двигатели на вертолеты поставляют наши украинские коллеги. И представить себе вертолет сегодня российский без украинского двигателя весьма и весьма сложно. Надо думать, что будет двигать этот вертолет, если у нас вот эти связи будут нарушены. Поэтому это действительно угроза, и угроза, которая есть для той и другой стороны. Мы видим, так сказать, там достаточно много угроз, кроме стандартов. Это касается и движения товаров, и касается, так сказать, возможности по другим, ну, если это европейский товар, по другим пошлинам его вывозить, которые защитные пошлины, которые есть в России, ну и так далее. Поэтому у Украины другие, даже в рамках ВТО, другая степень защиты, она более открыта. У нее тарифы гораздо ниже, чем у России. У России все-таки в этом плане более закрыта. Не добилась большей закрытости в условиях, в переговорах по вступлению в ВТО. И, естественно, что сложности мы видим, и много достаточно, и весьма-весьма непростых. Но вот дух сегодняшнего разговора, и мы пригласили на этот разговор представителей основных ведомств, которые работают на интеграционных площадках. Это и МИТ, это и Министерство экономических связей, это и Министерство торговли, это наши руководители из СНГ, из Еврозес, из Комиссии Европейской. Поэтому задачу мы перед собой ставили, чтобы они услышали, вообще почувствовали дух, настрой, который есть у представителей торгово-промышленных палат, представителей бизнеса двух стран. Настрой и дух у всех одинаковый, с той, с другой стороны, это стремление, конечно, продолжить совместную работу, стремиться к поиску совместных решений и путей, так сказать, преодоление вот этих возможных сложностей, которые в случае подписания неизбежно возникнут. И желание, конечно, больше совместное, у всех присутствует к совместной работе. Ну, будем надеяться, что удастся найти какие-то, так сказать, выходы, хотя в случае подписания неизбежные потери и, подозреваю, что весьма и весьма серьезные. Каким вопросом уделялось особое внимание на заседании? И остались ли такие темы, которые оставили на дальнейшее обсуждение? Ну, вы знаете, вот сегодняшний обмен мнениями – это как раз обсуждение того, где и какие сложности вот уже сегодня как бы видны. Документ огромный. Вот то, что предполагается подписать, если со всеми приложениями, там, по-моему, порядка 800 страниц. 300 страниц – самый основной текст, по-моему, и приложение, там, по-моему, до 800 страниц – это все доходит. Конечно, для того, чтобы его тщательно проанализировать, тем более, что он написан непростым языком, даже с точки зрения юридической проанализировать, это нужно время и нужно понимание. Хотя сегодня, вот об этом не раз говорили, то, что касается стандартов, перехода на европейские стандарты, это сразу вызывает массу вопросов. И с точки зрения техники, и с точки зрения сельского хозяйства, и с точки зрения продвижения продукции и так далее. Поэтому мы, я пока, по крайней мере, не знаю, там, какой будет переходный период, когда и какие стандарты будут вводиться. Но если они будут введены на Украине, то захочут ли и смогут ли, даже если захочут, то смогут ли финансово перестроить свою работу российские предприятия, которые сегодня экспортируют его на Украину, и насколько они смогут перестроить свою работу, чтобы соответствовать этим стандартам. Потому что там по многим направлениям, особенно техническим, они более высокие, чем у нас существуют. Так что сложности в этой части все видят однозначно. К чему пришли и о чем на дальнейшем договоре сработают? Первое, это, конечно, информация. Если говорить о торгово-промышленных палатах, а это заседание расширенного нашего комитета, конечно, это информация. Это взаимная информация о том, как меняется законодательство внутреннее, и как теперь будет меняться законодательство с учетом подписанных соглашений. Чтобы мы могли сориентировать бизнес, и вот как один из руководителей палат, кстати, ростовский как раз президент палат Николай Иванович Пресвежнюк высказал точку зрения, что мы должны быть готовы ответить на любой вопрос бизнеса, который касается нашего совместного сотрудничества. Какие бы вопросы ни возникали, мы должны найти специалистов, которые помогут нам ответить на эти вопросы. И правильно их сориентировать, что можно, что нельзя, что приемлемо, что неприемлемо. И с точки зрения того, что есть ряд документов, подписанные в рамках СНГ Украины. Теперь, если будет подписан документ с ЕС, многие положения этого документа будут противоречить нормам СНГ, которые подписали ранее Украина. И тут достаточно много таких вот сложных вопросов, чем будет руководствоваться украинское, так сказать, руководство правительства Украины в дальнейших действиях. Потому что, получается, до противоречащих документов, ну, пакета документов, один с ЕС, другой с СНГ, и они там во многих позициях расходятся. Чем-то надо руководствовать, что-то выбрать за основу. Зависит от этого, естественно, будет понятно и бизнесу, что можно продвигать на украинские рынки и оттуда брать на российский рынок. Или даже уже сейчас не о российском рынке, а речь идет о рынке таможенного союза, о всех трех государствах. Поэтому вот этот анализ мы договорились вести и постараться сделать так, чтобы ориентировать наши предприятия, предпринимателей украинских и российских вот в этой непростой ситуации. Для этого, конечно, потребуются усилия и, ну, в общем-то, и средства, да, нужно будет юридические силы подключить для анализа, для того, чтобы этот анализ вести, для того, чтобы ответы на вопросы искать и так далее. Ну, вот информация, анализ юридической базы. Ну, мы договорились продолжить работу по тем направлениям, которые сегодня не вызывают сомнения при любом-то развитии событий, продолжить нашу работу. И контакты межрегиональной связи между нашими региональными палатами, бизнес-миссией, участие в выставках взаимное. Ну, и то, что у нас традиционно было наработано с системой, двух систем, двух палат, и украинской, и российской. Так что в этом плане мы тоже, в общем-то, примерно одинаково, я думаю, да не примерно, а одинаково смотрим на развитие событий. Сергей Николаевич, интересен Ваш прогноз. Как Вы думаете, как долго будет длиться этот переходный процесс интеграции? Ну, Вы знаете, я думаю, вот здесь согласился с мнением, по-моему, он где-то высказывался, руководитель правительства Украины, о том, что вообще для полноценного перехода, это интеграция, если это с Евросоюзом Украины, то потребуется не менее 10 лет. Ну, где-то, я так думаю, что там в районе 2020 года. Но если сможет Украина преодолеть все сложности, которые у нее на этом пути возникнут. Потому что ведь все будет зависеть от развития событий в экономике. И если, так сказать, не удастся избежать всяких критических точек, то ведь могут быть еще и социальные последствия, которые могут повлиять на политику, на дальнейшее развитие политической ситуации на Украине. И так, в общем-то, Украина не самая простая ситуация с точки зрения экономики сегодня находится. Если подписание этого соглашения еще больше ухудшит ситуацию в экономике, то здесь могут быть, конечно, и социальные вопросы, и, соответственно, давление, так сказать, уже на правительство изнутри, из страны своей. Поэтому все будет зависеть от того, как сможет справиться с этими сложными ситуациями Украина. Если будет возможность, так сказать, поэтапно идти, ну, наверное, где-то для полноценного это лет 10. Но подозреваю, что на этом пути придется, наверное, Украине потерять некоторые, даже в отрасли целиком. Ну, главное, что украинские коллеги настроены на диалог, они готовы общаться. Ну, да, вот здесь вот с теми, с кем мы здесь встречаемся, с кем мы сидим, у нас есть понимание, все, в общем-то, понимают, насколько это очень непростой шаг. И, естественно, у всех желание это сохранить, и, наоборот, развивать. Ну, политики есть политики. Делать тех, кто занимается экономикой, доказать политикам, что лучше сделать как-то, так сказать, по-другому, может быть, или сделать так, чтобы от этого не страдала экономика. Будем надеяться, что Украина сможет преодолеть этот очень-очень непростой путь. Желаем успеха нашим украинским друзьям и коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова